Доброе утро, друзья! Сегодня 23 февраля. Я поздравляю всех, кто увидит этот фильм русских. И так как это серия для русскоязычных жителей всей планеты, я поздравляю всех, кто считает 23 февраля мужским днём, днём настоящих мужчин по всей планете. Я поздравляю с праздником. Ну а жизнь продолжается. И хотя времена нелёгкие, тревожные, вы посмотрите, что объединяет садоводов разных стран, разных стран и даже разных континентов. Внимание! Добрый день! У вас, наверное, правда уже вечер, это у нас утро. Меня зовут Мина, я живу в Канаде. И вот Валерий меня нашёл в фейсбуке, и разговорились. Так, это Валерий Александрович, моя тёзка, Сумская область, Украина. Пока он организатор этого моста между странами и континентами. Продолжаю. Вот, и оказалось, что есть у вас возможность с косточками как-то выращивать деревья, и мне очень интересно, я живу в Канаде. У меня очень много друзей, которые бы тоже хотели проэкспериментировать. Экспериментировать, ну, экспериментировать, потому что опыта-то у нас нет. Но, может быть, под вашим чутким руководством мы бы даже и смогли что-то вырастить. Вот, команда, вот то, что сейчас собралась, это четыре человека. Вот, мы хотим приобрести косточки или черенки, не знаю, как лучше. И я буду вести весь процесс, пока оно вырастет до посадочного материала, когда уже можно реально в землю и уже безопасно по... Ну, что не умрет, грубо говоря, да. А потом ребята посадят у себя в домах, там, где они живут. Все у нас здесь практически живут в домах. Есть свой кусочек земли, поэтому всегда есть возможность что-то посадить. Ну, вот. Мы живем в разных климатических зонах, то есть более холодные чуть-чуть, менее холодные. Вот, там более дождливые, более снег. Ну, по Канаде это разные климатические зоны получаются. Вот, ну, мы где-то это, получается, максимально где-то 2,5-3 часа друг от друга езды, и мы довольно-таки часто пересекаемся, поэтому не проблема, ну, там, выращенный саде, же саженец передать, грубо говоря, и тогда, чтобы его уже ребята с вами смогли посадить. И будем вот командой наблюдаться и смотреть, как это происходит, что с этим будет и так далее. Если есть такая возможность, если вам интересно с нами поработать, мы будем очень благодарны. И я вот уже Валерия спрашивала, сколько стоят косточки, как это лучше сделать, вы нам все просто объясните, может быть, не за один раз, но как двигаться, потому что я заинтересована. Так, друзья, что я скажу. Спасибо за доверие. Спасибо, что мы, россияне и украинцы, можем пригодиться Канаде. Так, и сейчас мы вместе с, раз она сказала, что готова учиться, и она, и ее друзья, и мы тогда с Валерием Александровичем, моим украинским другом, владельцем вот этих вот роскошных, ну, не роскошных, но самых поразусоких в мире персиков, которые он назвал персик Железова, вот, спасибо ему за такое название. Мы решили немножко сделать, как бы совместную лекцию. Как это будет выглядеть? Наверное, это будет одна, две, может, три серии. Дело в том, что позже я раскрою происхождение этого самого персика. Поверить невозможно, что все началось вот с такой ветки, вот такой длины, размером, вот этот самый карандаш. Вот такой веточки, которая сейчас покоряет всю планету, вот, Прибалтику, Украину, уже покорила. Вот, Белоруссию, Казахстан, Россию, хоть и холодно, но движемся. Вот, примеров уже масса, десятки. Вот, ну, давайте получим Канаду. Что я придумал? Начинает Валерий Александрович. Это фотографии. Так, не забудьте Валюдов подъезды, подождать, пока вы сбегаете за Валюдовом. А? Так, считаю до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Все, продолжаю. Валюдов, кому надо. Вот. Теперь, друзья, начинается учеба. Ну, что делать? Настоящий украинец, он без это, без птичника, это как, сами понимаете, мужик без этого. Вот так, через каждые два дня достаю с холодильника со стратификацией косточки ядрышки персика хасанского железа. Отбираю назубившиеся, корешки пускают. И тут же их высаживаю в кассеты. Так, маленькая-маленькая вставочка. И как вы поняли, как вы поняли, речь идет о том, что он их разбил. Но подробнее я потом попросил его взять и для нас всех сделать более подробную типа инструкции, как от начала до конца. Вот. Включаю и молоток. это для большинства и для меня это новинка. Я не стесняюсь учиться. вот так, через каждое время. К тому времени, когда вы приедете в Израиль, я вам попробую их выслать. приветствую садоводов садоводов 22 февраля 23 года. И снова персик хасанский клон Железова. Эти первые наклюнувшиеся ядрышки были высажены три недели назад и по мере наклювывания высаживались постепенно кассеты. Сейчас очередная партия отобрана на клюнувшийся ядрышек. Видим корешки. И вот так высаживаем кассету корешком вниз. Кассеты высокие более 10 сантиметров. 32 ячейки отобрали. 32 семечка. Остальные отправляем назад в холодильник на стратификацию. И так выращиваем песик. Дальше двигаемся. Уникальный человек. Я уже считал, что меня уже поздно учить. Нет. Иду в первый класс, Валерий Александрович. Вот. Открывайте школу. Это он их разбил. Заметьте, есть двойные. Это он их вымачивает. Но подробнее он все потом подробнее расскажет. долго-долго будет рассказывать. Так, с этим все понятно. Теперь нам нужно очень быстро переместиться в самый низ. как-то не получается. Дело в том, что я хочу пропустить кое-что. Кое-что хочу пропустить. ладонью. сделаю так. Еще хитрее. заслонил ладонью. Ну, есть более индивидуальные какие-то данные, которые не обязательно уже знать всем. Итак, вы видели это все. Это я листал только одни фотографии. Так. Вот. а вот сама инструкция. Инструкция голосовая. Вот. Это очень-очень важный момент. Почему? Потому что человек достиг успеха. И вот я еще знаете что скажу? Знаете что скажу? Значит не буду называть сибирский город. Почему? Чтобы жители не покрастили. Получил я лет давно, но есть вещи которые урезаются в память. лет пять назад или десять восемь письмо. Уже когда я был самым популярным в России. Это сейчас постепенно исчезаю. Вот. А тогда это было максимум. И вот письмо было написано. Мы у нас сибирский город у нас миллионник. Значит в клубе 600 человек. Значит так. Мы решили изучить вашу технологию. Ну я естественно выслал уже тогда были диски у меня. Я выслал им диски. Пожалуйста изучайте. Ну какие секреты могут быть? Сибирь пустыня. Садовая пустыня. Настоящая садовая пустыня. Видели что я видел из окна поезда? Проезжая по Транссибу это ужас. Если три кустика смородины и одно дерево ранетки это все. Вот проезжают тысячи 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 садов мелькает за окном тысячи я специально глядел три кустика смородины и один кустик одно дерево ранетки вся Сибирь и вот она говорит заметьте сравните вот нас 600 человек значит четверо из нас сидят отдельно о чем то своем говорят это наши авторитеты они достигли максимальных успехов то есть у них действительно хорошие сады они не делятся с нами они приходят в клуб общаются но свои секреты не раскрывают я подумал господи ведь я аж покраснел меня тоже считают авторитетом ни одного секрета ничего всю душу наизнанку все знания утром просыпаюсь пока что-то помнится записывать мне так обидно было это слышать а теперь посмотрите человека который для всего света раскрывает эффективнейшую технологию Валерий Александрович вот я преклоняюсь перед тобой земляк и огоржусь тобой да хорошо чуть попозже я поработаю сейчас как раз же вот я снял буквально в кассетах высаживаю добро я садовод любитель из Украины салей Валерий Александрович проживаю и практикую Сумская область хочу рассказать в чате который ватсапе с названием персики в первую очередь канадским друзьям которые помогли создать этот чат ну и всем садоводам любителям которых заинтересует моя технология проращивание персика хасанский клон Железова значит автор этого клона Железов Валерий Константинович он также всегда в чате готов помочь ответить на вопросы которые у кого-то возникнут как я проращиваю этот персик после неоднократных ошибок опытов с девятнадцатого года когда у меня было первое плодоношение этого персика и первые косточки я практиковал по-разному что я делаю сейчас значит когда собрал плоды вызревшие достал косточки отмыл просушил в тени потом потом значит эти косточки размещаю в стеклянные банки желательно это четкая рекомендация Железова и храню их в холодильнике 10 января достаю я из холодильника разбиваю молотком аккуратно эти косточки ну не повредив пальцев конечно но и аккуратно не повредив серединки ядрышко ну семечкой можно назвать это ядро семечка может быть одна может состоять из двух половинок да они могут сразу сами разделиться а лучше их не трогать во время стратификации со временем они сами разделятся в перлите потом все эти ядра я вымачиваю три дня в банках с водой конечно вода речковая или отстоявшаяся с колонки из крана можно через три дня сливаю воду достаю эти ядра перемешиваю из влажным перлитом которого раза в три в четыре больше объема этих семечек эту всю массу помещаю в чистые пакеты в которых делаю произвольно дырки воздем или авторучкой дырки для чего чтобы стекала вода которая лишняя и чтобы воздух попадал эти пакеты я завязываю слегонца так обкручиваю в какую-то емкость чтобы не текло с них прям в холодильнике помещаю это все в холодильник температура температура в холодильнике я то не меряю где-то 2-5 градусов в таком плане через каждую неделю я достаю эти емкости раскрываю пакеты все высыпаю в другую емкость перемешиваю чтобы попал воздух ну и так смотрю не хватает влаги немного сбрызнул ну через неделю две смотря какая стратификация проходила до этого это тоже можно подчеркнуть но если я это все делаю так как рассказал перед этим то где-то недели через 3-4 через месяц начинают проклевываться эти ядрышки тогда я почаще смотрю через 2-3 дня отбираю эти ядрышки и сажу в кассеты кассеты емкостью где-то грамм 200 высотою более 10 сантиметров чтобы высоты хватало для развития стержневого корня грунтосмесь использую покупной для лиственных растений ну или универсальной обязательно когда начинают сходить ростки пробиваться подсвечиваю подсвечиваю лед лампами на метр квадратный использую где-то 3 лед лампы по 30 ватт в общем 100 ватт на метр квадратный вполне достаточно ну и так выращиваю поливаю и все прочее когда проходят через месяц 2-3 смотря у кого как в каком регионе когда проходят морозы погода позволяет высадить в открытый грунт я все это высаживаю а еще самое главное высаживать ровно и четко так как они выросли в кассетах не заглубляя чтобы все было на уровне земли то есть корневая шейка на уровне земли не заглублять ее ну в общем такой мой опыт может кому-то он поможет вырастить этот замечательный персик хасанский клон железово и кто находится на в этом чате и возможно эти рекомендации помогут вырастить этот персик уже и на американском континенте отмечу что аналогов морозостойкости нету что в Сибири он испытанный минус 40 градусов что северный регион Украины минус 27 градусов этот персик свел и плодоносил конечно не обильно но плоды были вот вот так я выращиваю этот персик так ну что друзья посмотрели послушали удивительное человека дружбы с которым я горжусь вот как угодно мне называть русский украинец или украинский россиянин вот и мы все братья я это утверждал и сейчас утверждаю вот и поэтому я хочу от себя добавить следующее значит времена трудные наверное я попрошу брата когда он будет доводить фильм дома монтировать этот фильм чтобы он фамилию имя отчество нет это ладно фамилию отчества чтобы он адрес все-таки убрал а может быть и фамилию убрал страшно становится нет нет прилетают такие злобные комментарии вот когда эти комментарии касаются семилетних детей представляете вот я думаю нет давайте это сейчас пока сложилась парадоксальная ситуация было 800 косточек мы их продали вместе с Мезиновым это брянский тот же самый хасанский железо в брянске вот значит сейчас подрастают саженцы у Валерия Александровича автора голоса вы сейчас слышали вот болеемся что закончится когда-то и персики его поедут на Россию чтобы он мог нормально достойно жить учитывая что он уникальный садовод у нас получается так у нас никогда талант гений никогда не связан с благополучием именно у нас именно в России именно на Украине так так принято чем ты умнее чем ты духовно богаче тем ты беднее и вот и часто мы ходим с пустыми карманами вот это наша действительность но чтобы этого не случилось ждем лучших времен и Валерий Александрович должен выросить побольше и косточек будут когда-то пути на Россию наверное будут всегда не бывает ничего вечного придут добрые времена вот а тысячи косточек тысячи саженцев а потом десятки тысяч косточек и надеюсь сотни тысяч косточек я надеюсь что меня через несколько лет не станет я и так уже статистический возраст пережил вот но увижу я с того света нет что будет Россия но этот персик Россию и соответственно Украину Белоруссию Прибалтику ну то есть страны если брать параллели географические параллели климатическая зона он все их покорит почему 16-18 градусов южные персики выдерживают все вот ученые добивались 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 и добились предельной моростойкости 26-28 градусов это официальный цифр мало мало почему канадские персики у Валерия Александровича на Украине погибли сам рассказывал остальные пропустили урожай а был это 27 понимаете вот и что получается персик Хасанский а и его брат персик Минусинский они одинаковые моростойкости оба урожайные оба вкусные вот не самое крупное но в данном случае это не имеет значения вот мал золотник да дорог вот это про эти два сорта вот и всего несколько лет надо чтобы они я вам показывал фотографии из разных регионов 3 года буквально вот перед этим я снял фильм но она не может обманывать 3 года косточки и вот такое уже дерево и все покрыто персиками и уже дальше они дичают уже меньше чем 50 грамм то уже не бывает вот такие дела друзья вот ну а мы ну а мы с Валерий Александровичем значит поздравляем вас с 23 февралем надеюсь не вся Украина забыла что это мужской день вот советский праздник именно советский вот а мы в душе многие из нас остались советскими вот и празднуем от всей щирой души до свидания друзья вот поверьте мы сделаем все чтобы в ваших садах были персики все сделаем до свидания все что это такое что это это Продолжение следует...